Девушки отдыхают Сядь, промокашка! Сядь! Иван Бортник – советский российский актёр театра и кино. Ведущий артист театра «На Таганке», получивший всероссийское признание после появления в роли промокашки в фильме «Место встречи изменить нельзя» режиссёра Станислава Говорухина. 16 апреля 1939 года в интеллигентной московской семье родился сын Иван, будущий актёр. Его мать работала в Институте мировой литературы и защитила докторскую диссертацию по филологии. Отец был заместителем главного редактора Государственного литературного издательства, поэтому нет ничего удивительного в том, что сыну Ивану точные науки в школе давались тяжело, зато по русскому языку и литературе всегда были пятёрки. К тому же родители в первых классах определили сына в музыкальную школу, где Иван занимался по классу виолончели. Театром мальчик увлёкся ещё в детстве, поэтому выбор профессии не был неожиданностью для родителей. Так как детские годы Ивана прошли во дворе, дворовые законы и были его главным воспитателем. Многие дворовые обитатели успели пройти через тюрьму, а один раз взяли на дело и будущего актёра. Мальчик стоял на шухере, пока парни грабили ларёк. Это было в первый и последний раз в биографии Ивана Бортника. Удивительно, но дворовая жизнь не мешала парню читать и писать стихи, ходить в городской дом пионеров, а после в самодеятельную киностудию. В 1957 году юноша поступил в ГИТИС, однако передумал и решил учиться в Щукинском театральном училище. Иван Бортник поступил на курс Владимира Этуша и успешно окончил вуз в 1961 году. Театральная карьера артиста связана с театром на Таганке, хотя туда Иван Бортник попал не сразу. Вначале актёр служил в театре имени Гоголя, но из-за разногласий с художественным руководителем ушёл к Юрию Любимову, с которым был знаком со времён студенчества. На Таганке Иван Бортник стал ведущим артистом, хотя часто проявлял свой непокорный нрав. Но коллегам и друзьям по театру артист никогда не переходил дорогу. Случилось это и с ролью Гамлета, с которой Юрий Любимов решил снять Владимира Высоцкого и отдать другому актёру. Но Иван Бортник наотрез отказался от предложения. Когда в начале 80-х годов в театре появился новый руководитель Анатолий Эфрос, то Иннокентий Смоктуновский представил Ивана Бортника, режиссёру, как единственного гениального актёра труппы. Фильмы В кино Иван дебютировал в 1962 году. Это была роль художника Василия в драме «Исповедь». А вот как в лес войдёшь, стволы у Сусен такие стройные-стройные и высокие, как колонны, и небо над деревьями, как купол в храме. Василь! Угу? Василь, выполнишь, что я тебя попрошу? Ну что? Ну выполнишь. Ну если смогу, то выполнишь. Сможешь, выполнишь. Ну а что, что? Ну выполнишь, ну. Герой Бортника – студент духовной семинарии, разочаровавшийся в религии и оставивший церковь. Актёр не понравился себе в этой роли, потому что на экране он выглядел страдальцем. После этого в кинокарьере случился восьмилетний перерыв. Следующей работой Ивана Бортника остались съёмки в драме «Впереди день». Затем артист появился на экране в сказке «Иван да Марья», снятый в 1974 году. Актёр сыграл солдата Ивана. Иван! Марья! Вань! Маня! Маня! Маруся! Ванюша! Манечка! Манечка! После этой роли режиссёры стали чаще приглашать Бортника в кино, предлагая преимущественно роли второго плана. Иван Бортник сыграл Шуру Бегункова в фильме «Чужие письма», кладовщика ресторана в киноромане «Сентиментальный роман», Бориса Крохина в драме «Вторая попытка Виктора Крохина» и «Рядового Крайкова» в мелодраме «Объяснение в любви». Всенародная известность пришла после выхода многосерийного фильма «Место встречи изменить нельзя», в котором артист блистательно сыграл бандита по кличке Промокашка. Владимир Высоцкий, с которым дружил Бортник, хотел, чтобы тот сыграл Шарапова, но режиссёр Станислав Говорухин предложил актёру роль Промокашки. В сценарии это была небольшая роль, без слов, и Иван Бортник придумал текст самостоятельно. Впоследствии его ещё долго называли Промокашкой, и Иван Бортник признавался, что после премьеры не пересматривал этот фильм, так как устал от сравнения со своим героем. Далее последовал ряд запоминающихся ролей. Инвалида войны Ивана Негонорыча в военной драме «Старшина», Вовчика, бывшего мужа Марии в трагикомедии «Родня», пациента госпиталя в военной драме «Привет с фронта». «Жалко мне тебя, Володя. Правда жалко. Бог тому. А меня, Марусь, жалеть не надо. Ты лучше, Марусь, своего главного инженера рыбного завода, Марусь, жалей». Свою первую главную роль актёр получил только в 1986 году в экранизации «Я вожатый форпоста». Сюжет картины был построен на основе воспоминаний о юности вышедшего на пенсию педагога Николая Гудкова. Ивану Бортнику в этом фильме досталась роль принципиального партийного работника. Через год последовала следующая значимая работа. Бортник сыграл горного инженера Андрея в картине «Зеркало для героя» режиссёра Владимира Хатиненко. В 1990 году с участием актёра вышли социальная драма «Мир в другом измерении» о детях, живущих в интернатах, и «Детектив. Смерть в кино». В каждом из фильмов артист предстал в главных ролях. Затем последовали съёмки в главной роли в детективе «Убийство Наждановской», где Иван Бортник примерил образ следователя. Во второй половине 90-х годов на экране Бортник появлялся редко, но работы актёра, зачастую эпизодические, не остались незамеченными. Это роль Крёстного в драме «Мусульманин», роль Гитлера в комедии «Мама не горюй» и образ доктора Кожина в драме «Затворник». «Я ж всё-таки крёстный твой, я ж тебе вот на этих самых руках держал, когда крестили-то, а крестил тебе поп-поликар, ты его ещё рясу обоссал, и он на тебе показал этот, этот, говорит, бусульманин будет, а ты вон какой стар, русский солдат, герой, дай-ка я тебе поцелую». В 2000 году Ивану Бортнику было присвоено звание Народного артиста Российской Федерации. Личная жизнь У актёра было две большие любви в жизни. Первая любовь – актриса Инна Гулая. Иван Бортник вспоминал, что это было какое-то юношеское безумие. Влюблённые оказались людьми с одинаковыми характерами и темпераментом, поэтому не смогли ужиться. Детей в Первом Союзе не было. После разрыва отношений у Инны случались срывы. Актриса могла позвонить под утро и попросить Бортника приехать. Девушке казалось, что близкие хотят её отравить или испортить жизнь. Актёр считает, что невостребованность профессии сломала Инну. В итоге артистка покончила жизнь самоубийством. Вторая большая любовь актёра – выпускница театрально-художественного училища Татьяна. К актёрской профессии супруга Бортника отношения не имеет. Она преподает в родном училище. Татьяна стала единственной женой актёра, которая прощала обиды и решала конфликты. И в целом терпела взрывной характер своего супруга. Личная жизнь Ивана Бортника не претерпевала изменений. С женой он прожил до конца дней. На совместных фото супруги выглядят счастливо, несмотря на многочисленные проблемы, которые пришлось пережить. В 1969 году в семье Бортника родился сын Фёдор, который не пошёл по стопам отца. Стал инженером и сейчас работает художником по свету. В последние годы Иван Бортник отошёл от работы в кино и театре. Актёр периодически давал интервью. Участвовал в создании документальных фильмов про Владимира Высоцкого, с которым актёра связывали дружеские отношения. 4 января 2019 года Иван Бортник ушёл из жизни. Его супруга заявила, что причиной смерти мог стать оторвавшийся тромб. Актёру было 79 лет. Актёр похоронен в Москве, на Тройкуровском кладбище. Друзья, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Впереди много интересного. Субтитры подогнал «Симон»